был я вчера в открытии брокер или открытие инвестиций как они сейчас называются и там рассказали очень интересную штуку среди всего прочего я этим никогда не занимался особенно но она есть и эта штука позволяет но сто процентов получать прибыль скорее всего она будет не очень большая но сто процентов гарантия что прибыль будет то есть вы точно знаете на момент заключения сделки что вы получите прибыль и эта тема это арбитраж и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий что такое арбитраж вообще говоря арбитраж это когда мы один и тот же продукт покупаем и продаем одновременно или почти одновременно но на разных рынках в разных местах что имеется ввиду ну скажем есть торги скажем в лондоне как вы наверное догадываетесь да на бирже и там торговаться всегда доллар рубль там или фунт рубль на лондонской бирже есть торги в москве тоже торгуется доллар рубль и так далее и соответственно есть разница в ценах между лондоном и москвой понимаете и люди этим занимались те которые имеют доступ к на иностранные площадки то есть они там значит здесь покупают перегоняют в лондон там продают и все или одновременно то есть у них есть какие-то деньги для этого деньги как вы понимаете нужны немаленькие вот и нужно и доступ к иностранному брокеру и так далее то есть но это оставляем за скобком это я в качестве примера как люди зарабатывают деньги которые богатые вот но мы то с вами не такие богатые и для нас тоже есть возможность зарабатывать на арбитраже вот на московской бирже прекрасная идея которая появилась я вам прямо сейчас ее расскажу потому что тут не нужны большие деньги и минимальная сумма я одну прикинул на 1020 вполне хватит это вполне доступная сумма для каждого я думаю вот ну конечно же лучше если бы у вас было не 20000 конечно то есть 20000 это минимальная сумма с которой можно начать попробовать нормальная сумма ну 1200 400 миллион может быть вот сумма с которой можно этим уже заниматься и так что такое арбитраж как я уже сказал это значит покупка и продажа на разных площадках и как когда мы видим на этих разных площадках на разных в разных местах на один и тот же товар разную цену значит где-то она меньше там мы соответственно его покупаем от где-то больше сказать выше цена там моего соответственно продаем и часто это бывает прямо одновременно то есть можно сделать одновременно совершать сделки и купли и продажи я этим занимался немножечко пробовал знаете чем биткойны дело в том что ну я биткойны не люблю вы знаете но есть такой момент что скажем в казахстане биткойна намного проще купить и сказать ну там они более доступны чем в россии в россии вы знаете и их через там какие-то крипто обменники и так далее но продают и покупают идея в чем была значит перебрасываем деньги я это умею значит из россии в казахстан в казахстане покупаются биткойны и и тут же эти биткойны выставляются на продажу на крипто кошельке тут же продается и все обычно весь цикл вот этот занимал там 10 минут ну вот такая вот идея была сейчас можно не выходя ниоткуда значит никакие казахстана ничего прямо на мосбирже и прямо вот подали такие такие инструменты ну самый популярный из этих инструментов это конечно же доллар вот и на бирже но вы знаете есть валютные торги где можно купить продать валюту но сейчас с валютой у нас нынче все очень-очень печально как вы знаете и ну что толку что вы купите доллар на бирже но сказать и вы на бирже ваши деньги до обезопасите потому что вы купите эти доллары в принципе нормально доллар растет рубль значит у вас становится больше рублей но есть более интересные варианты с долларом в частности и и вообще есть срочный рынок а вот на срочном рынке вы можете делать все что угодно и на срочном рынке комиссии намного намного ниже переходим уже на срочный рынок а на срочном рынке по доллару недавно появились ну то есть у нас уже всегда были фьючерсы на доллар так называемые сишки это самый-самый популярный инструмент всегда был на бирже на срочном рынке и недавно ввели так называемый вечный фьючерс это где-то ну около года назад вели вечный фьючерс на доллар что это такое ну это то же самое что доллар грубо говоря только цифровой то есть он он вечный а тот фьючерс который обычный который сишка он на срочном рынке он срочный давайте посмотрим что это такое смотрите то есть это одно и то же тот же доллар только вот те же яйца на вид сбоку итак смотрим значит ну я уже подготовил графики сейчас смотрим на графике вечный фьючерс на доллар называется usd руб f видите да вот он usd руб f это вечный фьючерс на доллар вот сейчас я его вот здесь в строку поиска ввел давайте посмотрим на него что такое вот здесь есть usd руб f он в двух вариантах есть есть форс и есть мосбиржа деривативы там что-то еще в классе исполнение фьючерсов и так далее вот это вот дериватив на исполнение фьючерсов это то что во что превратится ваш фьючерс си во время экспирации а превратится он именно вот в это то есть выбираем вот этот вот инструмент usd руб f ford на рынке вот он сейчас я вам покажу что это такое ну смотрите на дата исполнения 0 1 0 1 2100 года ну это вот и есть вечный фьючерс то есть до 2600 года как вы понимаете мы просто не доживем и поэтому он вечный ну а там его либо продлят либо еще что то есть это вечный фьючерс вечный фьючерс то есть он соответствует доллару но это срочный рынок он как бы не является долларом но это является очень популярным инструментом базовый актив юсд руб тумуру тип фьючерса расчетный то есть он четко корректируется с юсд рубль тумуру то есть уже с валютным рынком но на валютном рынке как я уже сказал бешеная комиссия и зачем нам покупать доллары когда мы можем купить фьючерсы понимаете да в чем здесь кайф давайте посмотрим так сейчас еще раз попробую включить так информация об инструменте в чем здесь кайф сейчас я вам попытаюсь если здесь показано размер лота 1000 минимальное количество тысяча здесь нет размера поэтому я отключаю вот эту табличку отключая вот эту табли нет эту табличку я не буду отключать наверное вот мы выявили вот я вывел график юсд рубль f ну теперь прямо вот дальше уже все просто и наглядно юсд рубль f 80 сколько там с чем-то но это вот чисто доллар на валютном рынке и есть фьючерс на рынке вот он си 6.23 на текущий момент это июньский фьючерс у него срок экспирации по моему 15 июня 2023 года посмотрите теперь на графике графики в общем-то идентичные до видите да то есть они четко друг друга повторяют но посмотрите теперь сюда вот сейчас здесь я вывел стакан цен на вот это вот вечный фьючерс и вот этот стакан цен на си 6.23 что мы видим здесь 81 1.47 а здесь 81.135 то есть вот здесь вот вот этот фьючерс сишка дешевле чем фьючерс вечный на доллар на в данный момент на 30 копеек насколько я понимаю на 35 где-то до понимаете и вот эта разница ну доходит до 50 копеек то есть вы можете купить вот здесь вот фьючерс вот мы покупаем здесь фьючерс и продаем вот здесь фьючерс вы можете сделать это одновременно и тогда вы гарантированно получите 30 копеек с каждого фьючерса то есть ну разницу а вы можете поставить немножечко разницу побольше и значит ну немножечко может быть подождать чтобы разница была 50 копеек как только вы совершили обе сделки купли и продажи то все ваша прибыль гарантирована Потому что вы гарантированно получите разницу между вот этой ценой и вот этой ценой. Когда? В момент экспирации. Потому что в момент экспирации фьючерс, который C, будет абсолютно точно равен фьючерсу вечному. Потому что фьючерс вечный равен USDR tomorrow на валютных торгах. Давайте посмотрим на валютные торги. USDR tomorrow. 81, 51, 75. Переходим сюда. 81. Нет, он чуть-чуть ниже. Совсем на ерунду. Короче говоря, вот оно. Да, вот вам еще один, если у вас денег много, вы можете на валютном рынке. В чем здесь кайф? Смотрите, я пытаюсь поставить сейчас, скажем, заявку на покупку. Смотрите, покупая 81, 118. Количество лотов 1. Количество 1000. То есть, один лот – это 1000 долларов. 81 118 рублей. В чем кайф? В том, что это срочный рынок. А в срочном рынке сделки не нужно 81 тысячу тратить. А нужно иметь на счете, вот она сумма, 12 826 рублей. Имея на счете 12 826 рублей, вы можете купить 1000 долларов. Понимаете, да? Но многие скажут, что я побежал покупать. Ну, то, что я сказал, там лучше 1020 иметь, потому что, чтобы не налететь на margin call. Но, то есть, лучше 20 тысяч иметь, а лучше еще побольше. Чем больше, тем лучше. Вот. Не покупать на последние. Там есть свойства срочного рынка. И объем ГО, как правило, перед праздниками повышается, перед выходными повышается, но перед длительными праздниками повышается. И тогда у вас ваши сделки, если вы находитесь во временном убытке, будут закрыты по margin call. Если кто-то не понял, о чем речь идет, то, в общем, вам, наверное, не стоит на всю катушку залезать, во-первых. А, во-вторых, вам надо пройти какой-то курс обучения, потому что это надо знать. Это очень важно, чтобы не налететь на margin call. Margin call – это, ну, как бы фиксация ваших убытков принудительная. Вот. Теперь далее. Теперь далее. Вот смотрите, вот мы здесь покупаем доллары, а вот здесь мы их продаем. Когда мы их здесь продаем, давайте попробуем здесь продать, посмотрим. Это фьючерс, поэтому на продажу точно такой же объем ГО. Это значит, что если у вас есть там 12 тысяч, ну, скажем, ну, 13 тысяч, вы можете купить здесь одну тысячу долларов и здесь одновременно продать. Вы знаете, что будет с вашим ГО? Ну, например, вот у вас там, скажем, 20 тысяч. Ваше ГО здесь как бы компенсируется, то есть вы ничем не рискуете. Риска здесь нет, потому что у вас есть одновременно купленные и одновременно проданные. Понимаете, да? То есть вы покупаете вот здесь под залог вот этих, грубо говоря. Это и есть ГО. Так как разница между ними небольшая, то, в общем, здесь ГО практически обнуляется. И если у вас есть 20 тысяч, то вы можете повторить эту операцию. Понимаете, да? То есть вы можете купить здесь снова тысячу долларов и тут же снова продать. И так далее, и так далее. Вот, то есть, ну, я вам не советую этого делать больше, чем трех раз, но это возможно. Вы поняли, да, о чем речь? То есть, смотрите, вы покупаете здесь, у вас ГО 12 тысяч. Если вы здесь продаете, то, так сказать, на продажу, ну, учитывается вот эта вот сделка. И, короче говоря, вы можете проверить, у вас ГО обнулится. Практически обнулится. То есть там будет совсем-совсем маленький размер ГО. И на 20 тысяч вы можете три раза эту сделку прогнать. Это очень опасно. Ну, то есть вы, с одной стороны, вы утраиваете свою потенциальную прибыль. То есть вы получите прибыль от 3 тысяч долларов. Но, с другой стороны, и риск, соответственно, выше. Потому что, если вы вдруг пролетаете, ну, здесь-то пролететь, в общем-то, никакой возможности нет. Потому что в момент экспирации, то есть 15 июня, их цены сравняются, и вы получаете прибыль гарантированно. Вот такая простая идея. Работа с разными активами. Есть еще одна идея. Ну, это уже, наверное, будет не... Тоже там подали. Это уже будет идея не по арбитражу. Она близкая к арбитражу. Но я бы сказал, что это хеджирование. Об этом я расскажу в следующем видео. Если вы что-то не поняли из того, что я рассказал, то я вам очень советую пройти курс биржи для чайников и, наверное, опционы. Дело в том, что в опционах я углубленно рассказываю именно про срочный рынок. Курс биржи для чайников предназначен просто для чайников, которые не знают, как открыть брокерский счет, как завести деньги на биржу. Что такое вообще срочный рынок, чем он отличается от валютного, почему эти рынки срочные. Ну и так далее, и так далее. Что такое облигации, акции и прочее, прочее, прочее. И там только начальные самые знания о фьючерсах даются. В опционах, в курсе по опционам, это уже более углубленные курсы. Он предполагает какое-то наличие все-таки... Ну, во-первых, полностью предполагает, что вы знаете все о том, как открыть брокерский счет. И все вот эти вот стоп-заявки и так далее. Ну и про ГО, вариационную маржу я рассказываю именно на курсе по опционам. Сейчас я планирую перезаписать, наверное, курс биржи для чайников и опционы, переформатировать. То есть сделать его какой-то диверсифицированной. Ну а пока вот в таком виде. Если вы не поняли, заходите на сайт demetkovyur.ru. Вон там вы видите ссылочку в правом верхнем углу. Там значочек И стоит, и там будет ссылочка на соответствующий сайт. И там вы сможете найти курс биржи для чайников и опционы. Вот тот человек, который рассказывал про арбитраж, он занимается этим в открытии инвестиций. Он работает в качестве личного менеджера. Но сразу могу сказать, что можно, конечно, устроиться, ну как бы подключиться к нему в качестве, чтобы он был вашим личным менеджером. Но там речь идет о суммах не менее, скажем, 50 или 100 миллионов рублей. Если у вас нет такой суммы, то значит он вам не будет кидать такие идеи. И это очень важно. Почему? Потому что здесь ограниченная ликвидность. То есть он не может просто физически взять много народу. Вот такая штука. То есть, ну, как человек ответственный, он прямо сразу заявил, что говорит, я, конечно, ну как, если у меня много народу будет, то я могу, например, я буду вынужден просто выбирать, как он говорит, между этим послать идею и этим не послать. Потому что на всех там просто не хватит ликвидности. Ну, а вот то, что я рассказал и показал, вы можете делать абсолютно самостоятельно. И для этого не нужна ликвидность. И для этого могут быть и другие пары, о которых я расскажу чуть позже. Не, ну, можно, конечно, там золото и так далее. Но это уже разные рынки. Я расскажу чуть-чуть попозже в другом видео. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. То есть подпишитесь. Колокольчик тоже не помешает. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok